всем привет и хорошего настроения сегодняшний ролик видео обзор является несколько неформатным хоть мой канал посвящен основном радиотехники но иногда так сказать снимаю обзоры и про фотографическую технику отечественную 20 века и вот мы не буквально недавно попалась руки такая очень интересная зажигалочка в виде фотоаппарата бензиновая давно хотел заиметь у себя в коллекции такой небольшой фотоаппаратик на треноге наконец-то она у меня так сказать появилась и вот сегодня хотелось бы поговорить о ней памятна она мне еще по далеким по далеким годам моего детства тогда они выпускались нашей отечественной промышленностью и в общем то были доступны для приобретения нашими советскими гражданами называется сие чудо фотоаппарат молния или если быть точнее фото молния на задней его стенке мы с вами можем прочесть это горделивое названием представляет он из себя миниатюрную копию зеркального о пардон дальномерного фотоаппарата выполненную на такой вот от треноги то есть это бензиновая тогда еще не было газовых зажигалок это бензиновая зажигалка настольно карманного типа не прилагается как вы видите вот такая тренога в качестве подставки по идее полная комплектация этой зажигалки включает себя также еще и футляр пластмассовый который она может быть помещена с верхней закрывающие полупрозрачной как правило тонированной крышечкой но мне она в настоящий момент досталась только в таком виде поэтому продемонстрировать вам я смогу только такое тут для так сказать понимания того с чего все таки это делалось у нас представлен фотоаппарат и и прототип фотоаппарат в данный момент зоркий зоркий с поскольку он с синхро контактом вот большому счету он идентичный фотоаппарату с 2 вот такой же комплектации который в свою очередь ведет свое начало свою родословную от немецкого фотоаппарата лейка как вы видите если эти два девайса сравнить то в общем-то параллели достаточно хорошо прослеживаются и у того и у того устройство имеется черный корпус рифленый такого плана у фэда он покрыт и узорка он покрыт оклеен такой своеобразный рифленый тисненной кожей здесь же роль кожи выполняет пластмасса тоже с рифлением стиснением с таким со своеобразным в руке держать удобно а вот верхняя часть как вы видите полностью практически дублирует только в миниатюре верхнюю часть дальномерных фотоаппаратов тех лет то есть это 50 и конец 50-х 60-е годы двадцатого века вот такая из блестящего металла зажигалки он хромированный никелированный у фотоаппарата фотоаппаратов типа зоркий эффект этот металл является собой алюминий вот даже я бы сказал не алюминий на самом деле это латунь покрыта таким никелированием что ли от чего имеет такой серебристый цвет также вот серебристые ободочки имеются по низу поверху данного устройства ну объектив здесь конечно чисто условные никакого стекла в нем не имеется в отличие от настоящего фотоаппарата и в общем-то органы управления даже чем-то так сказать дублируется единственное вот этот визирное окно здесь показано а вот окна дальномера у первых моделей зорких и фэдов они еще были отдельно от визира то есть вот это визир во что мы так сказать кадрируем а вот это окна дальномера они здесь не показаны на этом фотоаппарате ну а вместо синхроконтакта здесь имеется вот такая кнопочка на месте синхрон так контакт как видите кнопочка которая является собственно говоря предохранителем от спуска вот этой кнопки которую фотоаппарат является затворный пункт затвора а у зажигалки это конечно кнопка срабатывания зажигалки вот это рукоятка перемотки в пленке она же рукоятка взвода затвора имеется здесь в таком вот несколько уменьшенном видим на дубликате данного фотоаппарата данные зажигалки фотоаппарата ну а вот эта кнопка перед обратной перемотки пленки здесь же наоборот она выполнена несколько более крупный как вы видите несколько более крупным таком варианте вот то есть здесь вот механизм дальномерный фотоаппарата расположен под этой блестючей серебристой крышкой у нашей же зажигалки здесь находится собственно механизм который высекает огонь и фитиль спрятанный вот под этой вот крышечкой вот вот такой вот интересный маленький фотоаппарат зажигалка фотоаппарат конечно в кавычках возможно вы смотрели художественный фильм 70-х годов который называется ты мне я тебе там в главной роли снялся замечательный наш актер куравлёв леонид а вот по сюжету фильма ему пришлось ему пришлось играть роль своего брата внезапно заболевшего рыб инспектора и вот там так сказать охотясь на браконьеров незаконно вылавливавших рыбу вот он их задержал и шантажировал таким фотоаппаратом зажигалкой якобы сделал фотоснимок достал из кармана сказала попались щелк вот именно такой фотоаппарат зажигалка в этом фильме фигурировал причем браконьеры были насколько я помню этим достаточно сильно напуганным вот еще раз убедитесь в схожести прототипов и так сказать предприимчивые артели изготавливающие зажигалки в семидесятые годы значит взяли себе за образец вот этот замечательный дальномерный фотоаппарат и сделали из него зажигалку пользуясь так сказать популярностью данного вида фототехники в ссср что я хочу сказать какой завод выпускал эту зажигалку я к сожалению установить не смог не удалось мне это понять хотя интернет полистал во многих коллекциях она присутствует у людей многие так сказать пользуются вот либо экспонируют ее у себя но какой завод выпускал я так и не понял но знаю точно по отзывам как бы даже по своим воспоминаниям что выпускалась она где-то в период примерно 74 75 76 год то есть вот этот дата примерно выпускает из зажигалки инструкции на ней к сожалению раздобыть не удалось давать рассмотрим ее подробнее вот этот вот штативчик так называемый легко откручивается из гнезда нижнего этой зажигалочки здесь резьбовое гнездо которую фотоаппарата используется для также для прикручивания его к штативу вот собственно этот момент тоже зажигалки по заимствовам вот она себя представляют штатив такую трехногую конструкцию ножки у него на пружинках могут быть сведены вместе могут быть раскинуты для устойчивости такая вот трехсторонняя опора имеют даже такое как бы членение на три части эти ножки что в общем за придает им впечатление раздвижного складного штатива я помню в детстве когда еще не знал про существование такой зажигалки мне попался не помню где я взял подобный штатив валялся у меня в игрушках ну совсем я мелкий мелкий тогда был и что-то мне значение его понять не мог и он своими так сказать торчащую сторону усами напоминал какую-то марсианскую антенну что такое космическое долго я не мог понять назначение этого вот предмета довольно тщательно изготовленного вот штатив давайте подробнее рассмотрим теперь собственно говоря саму вот эту зажигалку фотоаппарат объектив у нее как вы видите чисто декоративные линзы там никакой не вставлена как же собственно говоря и в окошечке вот в этом визирном там просто закрашена голубеньким цветом а вот сам по себе объектив собственно говоря является пробкой зажигалка я уже сказал бензиновая если мы вот так этот объектив открутим вот то мы увидим там бензин налит вот видим вот такое вот отверстие которое собственно заливается при помощи пипетки либо шприца заливается бензин для заправки вот этой зажигалки для того чтобы она могла работать вот и таким же образом этот объектив закручивается сожалению этой зажигалки утрачена одна деталь вокруг объектива должно быть такое блестящее кольцо на котором нанесены цифры дублирующие диафрагму шкалу диафрагмы и шкалу глубину резкости вот подобную которая имеется на объективе вот этого автоаппарата здесь кстати объектив тоже такого плана выдвижной как вы видите тубусный так называемый в неровочем состоянии он задвинут а когда так сказать нужно производить какие-либо снимки он выдвигается и далее уже собственно может быть наведен на резкость задиафрагмирован и так далее и тому подобное вот здесь вы как вы видите по кольцу вокруг объектива идет такая вот шкала шкала диафрагм с шкалой глубины резкости то есть зависимости диафрагмы от зависимости резкость от установленной на данный момент диафрагмы здесь было такое же колечко но она утрачена досталась мне эта зажигалка без такого кольца это на как миниатюрника в руку вмещается назначение вот этой вот закручивающейся скажем так рукоятки сверху она удерживает с одной стороны верхнюю часть верхнюю часть корпуса зажигалки отделяющейся от нее то есть в принципе она функциональна вторая сторона вот этой верхней части корпуса крепится винтом который расположен внутри вот этой псевдо взводной головки то есть для разборки зажигалки нужно отвинтить оба вот этих винта снизу имеется тоже ряд винтов как вы видите под такую так сказать прямую отвертку вот эти два винта назначениях мне непонятно крайне если мы их открутим то мы обнаружим что под ними опаньки чуть не потерял изначально долго бензин заливается ничего подобного внутри находится пустой резервуар цилиндрической формы для чего он нужен ну возможно для хранения запасных кремний к этой зажигалке потому что кремнии так сказать тоже со временем и стираются их приходится заменять так возможно как раз для этого он и предназначался но это только мои предположения вот такие вот два винтика аналогичный второй винт расположенный с края зажигалки не скрывает под собой ничего интересного кроме как вот такого же пустого цилиндрического отверстия но зато вот этот вот винт который находится немножечко вот ближе к правому он имеет самое настоящее прямое функциональное назначение если мы его отвинтим начнем отверткой а дальше можно вручную потому что он имеет рифленую такую головку то обнаружим под ним как раз пружину и вот она видите да пружинку и кремень эти кремнии сейчас купить можно продаются для зажигалок зипа вот так что в принципе это зажигалки вполне можно пользоваться вот за исключением так сказать некоторого маленького но вот таким образом производится замена кремния вынимаем отвинчиваем так сказать крышечку вынимаем остатки старого кремния вставляем новый и вот таким образом его закручиваем стараясь при этом пружинку сначала вручную а потом уже можно и отверточкой не повредить только главное шлиц стараясь чтобы этот кремушек не выскочил потому что пружина сопротивляется закручиванию если мы нажмем на кнопку затвора спуска затвора то вот таким образом откроется собственно говоря верхушка этой зажигалки и мы внутри сможем увидеть ее хитрый клапан зажигалочка это снабжена клапаном очень хитрого такого типа восстановить его до конца мне к сожалению не удалось она вообще была вся поломана когда мне досталось не было вот этой пружины которая толкает вверх крышечку одновременно с открываем крышки заставляет вращаться вот это вот зубчатое колесико которая трет по кремнию и высекает искру вот объектив кстати тоже вы наверное видите неуклюжие попытки чита написать на нем индустар 50 потому что все это было стерто так судя по снимкам которые мне удалось найти в интернете в фабричном виде действительно написано индустар 50 и фокусное расстояние этого объектива но видимо со временем она стерлась кто-то пытался восстановить вот давайте попробуем зажечь но я вам не гарантирую совершенно что она загорится потому как вот не совсем исправен хитрый клапан находящийся внутри зажигалки который мы рассмотрим своими чуть попозже зажигается зажигалка вот таким образом нажатием на клавишу да к сожалению ничего у нас пока не происходит но надеюсь вам видно и скорообразованием да то есть о загорелась да вот таким образом она должна сказать работать и гореть то есть через три раза на 4 на 5 она у меня срабатывает все дело в том что говорю опять таки вот не очень исправен вот этот клапан буду с ним разбираться наверно больше гореть она не будет но если немножечко его покачать вот этот клапан то бывает что она и сработала видите в принципе как вы видите этой зажигалки вполне можно пользоваться вот таким образом у нее горит огонек да давайте свет покажу чтобы было лучше видно надеюсь надеюсь так сказать смотря на отсутствие резкости вы видите как работает это замечательная бензиновая зажигалка кстати если залить зиповский бензин то почти не пахнет вот но надо убирать соответствующий зиповский бензин зиповский кремень будет она еще работать или уже на этом наверное все подсохло хотя нет вот вижу клапан немножко мокренький в парах бензина может еще загорится одно хорошо что в принципе этот клапан предназначен для того чтобы так сказать бензин не вытекал когда зажигалка находится в кармане и не испарялся когда она вообще стоит без работы не испарялся так быстро вот одну из своих функций он выполняет то есть он принципе достаточно надежно держит бензин внутри этого корпуса этого зажигательного прибора одно вторую свою функцию так сказать подавать бензин к фитильку он исполняет не очень как вы видите хорошо что не скажешь про кремень так вот сейчас клапан совсем вроде под подсох то есть сейчас точно гореть не будет если мы его так сказать немножечко пошатаем то работает она наверное все таки будет зажигалку это еще называли зажигалка фотоаппарат есенин потому что вот здесь как вы видите под такой пластмассовой линзочкой в ее левой части расположен стеклом портрет сергея есенина почему именно есенина для этого выбрали я не знаю потому что это его фотография как бы одна из немногих фотографий известных людей тех лет вот и там также имеется по кругу его подпись сергея есенина опознать его вот в этом так сказать качестве портрета довольно трудно я бы сказал практически невозможно если не надпись то вряд ли вот сзади как вы видите имеется красная точечка которая вероятно символизирует я даже не знаю что она может символизировать потому что на задней стенке настоящего фотоаппарата как вы видите никакой точечки такой нет имеется только два визира визир дальномера и визир собственно говоря кадрирование вот тут конечно немножечко прогадали ну а так в общем-то по силуэту очень похожи на думаю согласитесь со мной очень похожи по силуэту это зажигалочка на своего так сказать прародителя на своего прототипа извините конечно никаким прародителем быть фотоаппарат для зажигалки диму что-то интересная тенденция раньше в зажигалки вделывали подобие фотоаппарата а сейчас цифровые фотоаппараты существуют включающие в себя что-либо типа зажигалки до чего дошел прогресс нет почему-то не хочет она больше зажигаться хотя искра проскакивает исправно искра у нас довольно исправно проскакивает о сработала вот видите если долго мучиться то что нибудь соответственно получится в том числе получится и зажечь этот прибор но ладно с клапаном еще работать буду вот давайте интересно продемонстрировал как это чудо разбирается заодно и клапан поближе посмотрим возьмем отверточку чтобы разобрать этот аппарат зажигалку нужно открутить нужно открутить вот этот вот винтик который расположен внутри нашей псевдо переводной головки придерживая при этом верхнюю часть корпуса чтобы она так сказать не отскочила потому что там имеются довольно мощная пружина вот так вот и вот мы так сказать теперь разделили ее на две части конечно сразу же у нас выскочил кремушек положим сторонку вот это вот головка переводная вот она вся что представляет винтик с шайбочек с шайбочкой вы видели ну и собственно говоря вот здесь две пружины одна из пружин это вот эта такая двуперая является пружинкой язычка замка то есть нажимаем вот на эту кнопку замок отходит дам язычок замка отходит замок удерживающий вот эту крышечку вот старая пружина которая была у него трачено пришлось изготавливать заново она вот является ответственной за вот эту вот крышечку за ее открывание вот ну она насажена она вот на такую ось валик как бы проходящий через корпус зажигалки и через корпус собственно самой крышечки на этом же валу насажен зубчатый ролик который отвечает за искорообразование и на нём же насажена пружина вот она которая толкает крышку вверх и вторая есть такая пружинная планка которая не позволяет кремнию вращаться свободно не кремния вот этому зубчатому ролику не позволяет вращаться свободно вращает его только в одну сторону также на крышке имеется вот такая вот герметизирующая пробка резиновая вставлена специальную круглую конструкцию которая и и собственно говоря держит вот ну и вот эти вот шесть отверстий на задней стенке предназначены для доступа кислорода при горении нашей зажигалочки вот вот здесь вот как вы видите собственно говоря без верхней части корпуса себя представляет вот такую конструкцию собственно говоря корпус это резервуар для бензина резервуар для топлива в котором находится бензин для зажигалки вот она пружинка видите которая подталкивает кремень к нашему вот этому зубчатому ролику кремень находится в такой специальной трубочки в трубчатом канале и толкая снизу поджимается вот этой пружиной ну а вот он собственно говоря этот клапан про который я вам говорил в чем хитрость этого клапана сейчас мы с вами немножечко отвернем и посмотрим вот предназначение вы понимаете под подавать бензин вот к этому фитильку который расположен внутри него фитилек здесь меня к сожалению какой то такой достаточно короткий по моему он должен быть более распушенный вот вероятно тоже пострадал он представляет себя вот такую трубочку да и вот видите в этой трубочке расположен собственно говоря сам этот фитиль предназначение которого подавать бензин к этому месту вот внутри трубочки расположен распро снизу она закручена вот такой пробочкой медной если мы открутим то увидим что внутри расположен собственно говорят это такая акань наконечник сетеля и 2 пружинки 2 пружинки которые выталкивают наш наконечник фитиля вверх наш наконечник фитиля выталкивают вверх то есть при нажатии при закрывании зажигалки вот это вот герметизирую ща пробка давит сверху на как вы видите на вот наконечник фитиля и он опускает вниз пробка нажимает на него сверху он опускается вниз пробка герметизирует значит резервуар бензина своими резиновыми так сказать накладками герметизирует резервуар бензина от того высыхания испарения и так далее ну вот что то здесь не то у меня поэтому надо разбираться с этим с этой конструкцией на предмет того чтобы так сказать она в нужное время в нужном количестве подавала бензин к нашему сказать фитильку вот этому который отсюда по идее выглядывать но давайте соберем в принципе ничего сложного в разборке сборки как вы убедились этой зажигалки нет здесь имеется специальное окно которое должно быть вставлено вот в эту вот вот в этот выступ такой который придерживает верхнюю часть с правой стороны вставляем изначально это окошечко сюда при открытой как вы понимаете крышки так пружинка вот это которая удерживает замок должна быть отведена соответственно в левую сторону если смотреть на фотоаппарат с лица так это пружинка у нас крышечка открыта ставим придерживая пальцами закручиваем на место нашу с вами спусковую так называемую кнопочку закрутили закрыли крышечку чему-то она не закрылась не закрылась на потому что кнопку на самом предохранитель отводим предохранитель кнопка выскакивает закрываем но теперь осталось только поставить кремень для этого как вы уже помните мы откручиваем пробочку извлекаем винтик с пружиной и обещаем кремень надлежащие отверстие то есть его кремневой канал убеждаюсь что он упал туда и далее закручиваем но вот этот винтик теми же движениями о которых я вам сегодня уже рассказывал дверточку здесь лучше взять конечно пошире чтобы не портить шлиц затягиваем в разумной степени вот наш фотоаппарат зажигалка снова готов к бою знаю загорится или нет пока не хочет пока как вы видите желание у него гореть а сработало бензина слишком много выделилась из клапана горит все вокруг вы видите то есть как ведь вполне может быть использованным и по прямому своему назначению на этом наверное все благодарю вас за внимание дорогие мои зрители извините за неформальный ролик но вот это захотелось мне вас познакомить с этой зажигалочкой может быть кому-то это будет интересным может кому-то даже полезно принципе аппарат сделан любовно достаточно детально и я думаю украсит любую тематическую коллекцию сейчас найти еще можно вполне в продаже от 1000 до 8000 рублей разброс цен на эти аппараты все спасибо за внимание откланиваюсь всегда с вами сергей